Досрочным голосованием в нашей республике было охвачено около 10 тысяч избирателей. В нем приняли участие все муниципалитеты, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района. Добирались до них члены избиркома самыми разными способами, от вертолета до снегохода, а в Сысельском районе несколько отдаленных деревень и вовсе обошли пешком. Одними из первых участия в выборах приняли заполярные оленеводы. Конечно, фактически они прописаны в Иркуте, но кочевой образ жизни не позволил им находиться в этот день по месту жительства. Поэтому свое конституционное право они реализовали заранее прямо в тундре. Я такой современный человек, интернет у меня в телефоне тоже есть, я бываю в городе. И, в общем, ну как мы тоже такие же цивилизованные люди, просто у нас образ жизни такой в тундре работать. Так мы тоже знаем, мы слушаем новости и интересуемся жизнью нашей России.